Решать проблемы ключевых муниципальных предприятий и развивать инвестиционную привлекательность региона обозначил сегодня задачу Алексея Русских областному правительству. На аппаратном совещании он также поинтересовался подготовкой учреждений культуры к летнему периоду и выяснил, как проходит акция «Помоги собраться в школу». Опыт региона с положительной стороны отмечен на физеральном уровне. Речь о привлечении Ульяновской областью инвестиций в свою экономику. За минувший год этот показатель впервые преодолел планку в 100 миллиардов рублей. И работу с потенциальными инвесторами нужно продолжать, отметил Алексей Русских, но переориентироваться с запада на отечественные компании. Практически ни один инвестор, который вышел на этап строительства, не отказался от реализации своих проектов и обязательств по ним. Мы продолжим активную деятельность в этом направлении и для поддержки инвестиций будем на средство инвестиционных бюджетных кредитов строить готовую инфраструктуру для конкретных проектов. Партнеров регион намерен искать в июне на экономическом форуме в Петербурге и на выставке Иннопром в Екатеринбурге во второй летний месяц. Поможет и реализация в регионе нацпроекта, международная кооперация и экспорт. В текущей сложившейся ситуации очень серьезно, безусловно, меняется ландшафт международной торговли и для нас необходимо помочь компаниям региональным адаптироваться под существующие условия ведения международной деятельности и переориентировать экспорт на рынки Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. Но при этом необходимо отметить, что нельзя оставлять без внимания европейское направление. Не остался без внимания и областной центр. Городским властям рекомендовано сократить сроки проведения дорожных работ. Затронули и тему предбанкротного состояния ряда значимых муниципальных предприятий. Первые шаги по выходу из непростой ситуации уже делаются, доложил председатель правительства Владимир Разумков. Увеличение количества договоров возмездного оказания услуг, в том числе, если это мы говорим по Ольгасу, по передаче электрической энергии, снижение потерь и хищение электроэнергии для предприятий-перевозчиков. Это введение новых маршрутов, увеличение собираемости платы за проезд. Несмотря на прохладную погоду, летняя программа в парках и скверах начнется по плану. За три месяца в каждом муниципалитете пройдет не менее 300 мероприятий. В основном для подрастающего поколения. Мастер-классы, обсуждение прочитанных книг, вообще, собственно, само чтение, то, к чему мы призываем весь наш литературный регион и какие-то культурно-досуговые программы детям. Взрослые в то же время займутся и подготовкой детей к следующему учебному году. Акция «Помоги собраться в школу» охватит порядка 20 тысяч школьников из многодетных и малобеспечных семей. Ежегодно планируемое количество детей у нас увеличивается на 2-3 тысячи. Это те семьи, которые не могут подтвердить свои доходы, но, тем не менее, нуждаются в оказании помощи. В этом году у нас более 2100 ребятишек, это будут первоклассники. Глава области напомнил и про необходимость активнее и эффективнее работать с обращениями граждан. Игорь Кранцев, Александр Рассохин, Вести, Ульяновск.